Заслуженный художник России, заслуженный деятель искусств Республики Эдуард Васильев отмечает сегодня свой юбилей. В 75 лет живописец продолжает творить и радовать поклонников своего творчества новыми работами. В мастерскую к нему заглянула Анисия Миронова. Добро пожаловать в мою мастерскую. Эта мастерская – целый мир. Мир образов, вышедших из-под кисти Эдуарда Васильева. Он – постоянный участник республиканских, российских и международных выставок 1974 года. Внушительный список наград – это заслуженное признание художника. Без живописи себя не представляет, ведь с ней связана вся его жизнь. Как себя помню, я рисовал, а с 15 лет я уже профессионально, под профессиональным руководством занимался живописью. Так что всю жизнь я занимаюсь живописью. Получил хорошую школу профессиональную. Учился в Якутском художественном училище 5 лет, потом в институте имени Репина. Это бывшая императорская академия художеств в Ленинграде. Своё вдохновение Эдуард Васильев черпает отовсюду. Художник предпочитает изображать близких или знакомых ему людей ради понимания характера натурщика. В жанре портрета чувствуется его стремление передать многогранность образа человека. Особая внутренняя жизнь в его пейзажных работах. От живописного летнего до неяркого северного колорита природы. То, что характерно для Эдуарда Иосифовича, это прекрасное чувство тона. Вот в его пейзажах нет вот такой яркой броскости. И тем не менее они очень как-то все световоздушные, построены на мягких градациях переходов. В основном он работает, у него пейзажи в основном летние или такие переходные моменты природы к осени, к весне. В творчестве он часто обращается к теме исторической памяти. Одна из последних его работ посвящена ассеху для Йохальсена. Праздник был специально устроен для исследователя и революционера в начале мая 1902 года. Объем этой картины впечатляет. Ну это большая картина, очень много фигур там будет. Хочу вот в этом году завершить. Его произведения представлены в Национальном художественном музее Якутии и также хранятся в других музеях городов России. Мне кажется, что он, во-первых, человек очень внутренне богатый, человек энциклопедических знаний. Потом он любит поэзию, как это ни странно, для него самый любимый поэт – это Маяковский. Но в принципе можно и согласиться, потому что его работы они в чем-то напоминают, может быть, такую тихую какую-то, Маяковскую трибуну. Эдуард Васильев счастлив в творчестве. Признается, что никогда не творит на заказ, только для себя и ради любимого дела. Я считаю, что мне повезло, что я всю жизнь занимаюсь любимым делом. Более полувека у Мольберта. Годы летят, но не проходят бесследно. Мастерской Васильева – вся его жизнь. В лицах, в образах и пейзажах. Аниси Миронова, Григорий Охлопков, НВК «Саха», Якутск.